Завод был самым крупным производителем наркотической субстанции во всем Советском Союзе. Этот год у нас будет рекордный, мы ожидаем более 100 миллионов упаковок. Когда скорые помощи приезжают, вы замечали, они приезжают с таким чемоданчиком, и там препараты. Вот эти препараты, это все препараты, которые мы производим. Даже иногда ре-сертификацию пройти сложнее, чем сертификацию, да? Ваш основной покупатель – это государство. У вас здесь так стерильно, что у меня такое ощущение, что вы просто не можете друг другу подойти. В период производства наркотических препаратов, вот обратите внимание, что у нас везде по цеху установлены камеры. Неизвестно, каким был бы Шимкент сейчас без химфарма. Мы находимся в Шимкенте на заводе «Санта». Это бывший химфармзавод, которому в этом году исполняется 140 лет. Рустам Байгарин работает здесь уже сколько? 25 лет. 25 лет и руководите заводом? Ну, более 10 лет. Я знаю, что вы из трудовой династии, практически вся ваша семья работала на этом заводе. Может сказать, что вы детство провели здесь? Очень много времени в своем детстве я проводил именно в районе этого завода и все время завидовал тем людям, которые шли сюда и могли зайти на территорию, предъяв милиции свой пропуск. Для меня это было как бы попасть сюда… Это было так престижно, да? Для ребенка даже не столько престижно, сколько заманчиво, да? То есть это такое большое предприятие, все наши люди, это было интересно и хотелось, да? Вот уже потом в более сознательной жизни, как бы я, может быть, и не связывал всю свою карьеру именно с этим заводом, Ну, случилось так, что я пришел однажды сюда, полюбил этот завод и больше отсюда я уже уходить не планирую. Одевается сверху вниз. Почему сверху вниз? Вы одеваете шапочку сперва. Полностью под шапочку. Почему я вам скажу сверху вниз? Чтобы волосы не упали на халат, а потом с халата на производственную площадку. Окей. Теперь садитесь на скамейку и вторую пару башил одеваем. Все волосы под шапочкой. Теперь обзывайте очки, потому что у вас глаза накрашены. О май гад. Сейчас, взякнула. Теперь как хирургия. Вот так по пять раз. Вот так по пять раз. Жанна Ермагомбетова отвечает за весь этот цех. Что вы здесь производите, Жанна? Мы производим инъекционные препараты, инфузионные препараты и препараты нестерильные. А какие известные капельницы, которые мы точно знаем? Левофлоксацин. В период карантина вы, наверное, очень часто слышали нехватку таких продуктов, как офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Это все инфузионные препараты, которые в виде капельницы. То есть это все производится здесь у вас, в вашем цеху, за который вы отвечаете. А что это за цвета? Тут розовый, тут зеленый. На этом плане цеха мы видим подразделение самого производства, деление производства по классам чистоты. То есть мы находимся в розовом? Мы сейчас находимся в розовом. А куда заходить вообще категорически нельзя? Категорически нельзя. Это уже вот эти вот зеленые и фиолетовые цвета, вы видите. Это классы D, классы B и классы C. Идет непосредственно приготовление препарата и сам розлив, контакт персонала. Вот, допустим, чем критичнее производство, если, допустим, вы работаете с открытым продуктом, и персонал обслуживает эту линию, это совсем высокий класс чистоты. Это класс чистоты B и C. Там уже персонал, настолько у нас контролируется стерильность этих помещений, там в это помещение входит все стерильно, через автоклавирование, за исключением персонала. Но персонал проходит квалификацию. Квалификация подтверждает то, что персонал в помещение зашел таким образом, что он с собой не загрязнил ни одежду, ничего не может. То есть ни пылиночки, ни микробика, да? И в это вы руководите научно-исследовательским испытательным центром завода «Санта». И здесь, в этой лаборатории, создаются новые лекарства. Именно так. Слушайте, ну мне очень это интересно, потому что я впервые вообще на заводе фармацевтическом. Расскажите, как вообще, сколько времени уходит на создание нового препарата? На создание одного нового препарата уходит примерно 2-3 года. Вы же понимаете, что мы разрабатываем лекарства не просто для людей, а для больных людей. И значит, этот препарат должен быть качественный, безопасный, эффективный и соответствует всем требованиям. Наш научно-исследовательский испытательный центр – это крупнейший центр в Казахстане. И мы разрабатываем не только для Казахстана, но мы уже сейчас вышли на международный уровень и разрабатываем по запросу от российских фармацевтических компаний. А какое количество людей работает на заводе «Санта», если вот только в вашем цеху работает 300 человек? Ну, на заводе работает 900 человек. Вы одна из главных составляющих, да? Ну, это самое большое производство. Короче, вас нужно вот просто на вас молиться, акционерам «Санта», да? Потому что вы человек, который всем управляет здесь. Ну, я начальник производства. А сколько вы работаете здесь? 22 года. О май гад, 22 года. Да, я закончила институт и пришла сюда аппаратчиком, простым рядовым аппаратчиком. А вы родом из Шимкента? Вообще чемпетска, да. Или вот откуда-то из углов? Нет, из Шимкента. Из Шимкента. Слушайте, ну вы, у вас здесь ваши там дедушки, бабушки не работали еще на химфарм? То есть вы в своем поколении первые? Да. Фармацевт или как правильно называется? Я вообще по специальности инженер-химик-технолог. О, а учились где? Вот у нас есть в Шимкенте наш местный университет Ауэзова, вы, наверное, слышали? Да, да, да. Мы заканчивали, да, этот Ауэзов. То есть вы окончили здесь местный медицинский университет и 22 года работаете в «Санта». А какие известные препараты и лекарства вот вы производите здесь в «Санта», потому что я знаю, что прежде всего мукалтин, да, и цифтриаксон, это то, что я знаю. Ну, смотрите, когда скорые помощи приезжают, вы замечали, они приезжают с таким чемоданчиком, и там препараты. Вот эти препараты, это все препараты, которые мы производим. Вообще наименований порядка 78 здесь, только в этом цехе. Аскорбиновая кислота. Тоже здесь? Все витамины, витамин В12, В6, линкомицин, гентомицин. Все, с чем приезжает к нам скорая помощь, это все? Это все наше. Санта? Да. Это все круто. И классно, что это нашего отечественного производства. Да. Не ожидала увидеть на территории вашего завода, знаете, арт-объект, самый настоящий. Сколько лет этому барельефу? Я думаю, лет 40-50. Мне кажется, больше даже. Может быть и больше, да. То есть, в принципе, это наша история, наше стремление советских людей в космос, в науку. Да, если обратите внимание на композицию, в центре маковая коробочка. Сейчас возникает много вопросов, да, что, почему, как. Но в самом деле, да, это часть нашего сырья. Завод был самым крупным производителем наркотической субстанции во всем Советском Союзе. Отсюда отгружались такие субстанции, как морфин, кадеин. И это было сырье, из этого производилось, и это не было каким-то чем-то особенным. На этот момент мы производили, мы продавали самую необходимую продукцию для здравоохранения. Единственный вопрос в том, что завод не был на слуху, да. То есть, в принципе, как все казахстанские предприятия. Мы были частью этого сырьевого механизма, сырьевым придатком. Мы производили субстанции, они уходили на предприятия России, Украины, Белоруссии. Там делались готовые формы. То есть, вы делали субстанцию морфина? У нас было очень много субстанций, да. В том числе, это были морфины, кадеины и прочие. И тот же самый мукалтин, да. До того, как мы начали делать свою таблетку из нашего мукалтина, мы этот мукалтин производили, он уходил в Россию, да. И уже российские заводы, московские, они производили таблетки и продавали. А правда, что в военное время московские и киевские заводы были сюда перемещены? Да. То есть, именно сюда приехали они с оборудованием, с лаборантами, да, с лабораториями своими? Ну, смотрите, вообще, как бы, фармацевтические предприятия, они являются стратегическими, да. Потому что от их продукции зависит, насколько возможно будет обеспечить людей медицинским лечением, да. А в то время, когда идет война, как бы, да, эта тема, она сильно обостряется. В тот момент, во время войны, Советскому Союзу было необходимо наращивать производство. Это была индустриализация. Сюда, в Казахстан, на юг Казахстана, эвакуировалось много различных предприятий. Это были заводы по производству танков, например, да. В том числе и наш завод, он не остался в стороне. Сюда был эвакуирован московский завод по производству перевязочных материалов. Часть производства лекарственных средств тоже также были здесь, начали здесь работать. Но какими темпами, каким, на самом деле, героизмом это делалось, конечно, об этом говорить можно много. Жанна, я знаю, что у вас здесь, в вашем цехе, что именно здесь у вас производят еще наркотические препараты. А какие? У нас на производстве, именно в этом цехе производится препарат для инъекции морфин, фентанил. Но морфин, это вообще исторически, да, еще химфарм производил. Но на данный момент мы производим, получаем субстанцию морфин как готовую и просто как бы в растворе его готовим, эти препараты. Но я вот думаю, что только наше предприятие, вот в Средней Азии, производит наркотические такие сложные препараты, которые в настоящее время, они востребованы. А как вы контролируете там персонал, это же тоже, чтобы, знаете, не было никакой зависимости? Весь персонал нашего производства и вообще на заводе, весь персонал, он должен иметь допуск к производству наркотических препаратов. То есть это специальные люди? Это специальные. Сколько вот людей? Это весь цех, все производство. Весь цех, 300 человек? Все 300 человек, и они проходят, есть требования, ну это на законодательном уровне, какие документы нам необходимо собрать, чтобы получить допуск самостоятельно, ой, к наркотическим препаратам. Это вот справки все, да, психдиспансер, наркодиспансер от участкового, вот эти все справки собираются. Вы сами работаете с этим препаратом? Конечно. И как это? Работать каково с наркотическими препаратами? Ну я не знаю, мы 22 года, вот 22 года я работаю здесь, 22 года мы работаем с этим препаратом, и люди настолько привыкли. Во-первых, это наркотический препарат, и он под жестким контролем, да, в период производства наркотических препаратов, вот обратите внимание, что у нас везде по цеху установлены камеры, еще выставляется по периметру охрана полностью. То есть это что, в определенное время, в определенный месяц, вы говорите, в плане у нас производства наркотических препаратов. То есть и тогда это все охраняется? Да. В план производства ставится наркотический препарат, заранее в виде приказа это все оформляется, предупреждается охрана, выставляется охрана, весь процесс идет под контролем. А почему такая безопасность? Какие есть риски? Вообще же требования к наркотикам, это требования к наркотикам. Чтобы исключить все риски, мы так усиливаем контроль. Этому зданию 140 лет? Да. Это цех был или что? Это как раз цех по производству антонина, это первый цех, который был построен здесь, с него и началась история нашего завода. А когда вот вы приходили с дедушкой сюда, с отцом, тогда он функционировал? После производства антонина здесь было налажено производство технического морфина. И на самом деле этот цех работал еще долго, он оставался в строю. Но потом уже строили новые цеха, новые производства, современные, эффективные, экономичные. Конечно, эксплуатировать такое производство стало невыгодно. Но это не говорит о том, что мы от этого здания отказались. У нас есть на него планы. В будущем все наши исторические здания мы планируем оформить либо в виде музеев, либо организовать какие-то интересные площадки, например, обучающие классы. То есть люди, которые будут обучаться в таком корпусе, приведенном в хорошее состояние, надлежащее состояние. Они будут чувствовать историю, да? Да, они будут впитывать эти знания лучше. Это я так думаю. Расскажите, сколько лекарств в год вы сегодня производите? Сегодня? Ну, ковид внес определенные корректировки в наши планы. Если раньше мы производили порядка 75-80 миллионов упаковок в год, то этот год у нас будет рекордный. Мы ожидаем более 100 миллионов упаковок. То есть вот такой скачок порядка 20% на этот год должен прийтись. В 2020 году вы резко увеличили свою производительность? В 2020 году, да. Но я думаю, что даже максимальный пик пришел все-таки на 2021 год. То есть какое-то время были определенные запасы, сформированные постепенно их ели. После этого система здравоохранения начала переваривать эту проблему, выходить с потребностями, с запросами. Да, и когда уже механизм этот завертелся, да, уже были построены лучшие планы, я думаю, что как раз к тому моменту, это вот конец 20-х, начало 21-го года, уже и вот эти вот объемы, потребности, они возросли, во-первых. Во-вторых, они стали системными. То есть здесь вначале, да, была паника и у здравоохранения нашего, и у нас, как все это обеспечить, да, и кидались от одного до другого, дайте нам быстро это, дайте нам быстро это. Мы говорили, мы не можем вам дать это сейчас, потому что, ну, во всем мире ажиотаж, да, все производят для себя, и купить какую-то субстанцию, это не так просто. Поэтому давайте мы все-таки подумаем, как это сделать так, чтобы и мы могли вас обеспечить, и вы оставались удовлетворены этим, да, и вот шаг за шагом, да, постепенно систему отработали. А покажите нам, что вы создали. Есть у вас здесь такой уголок и в этой станции мои продукты? Нет? Нет. Ну, хорошо, назовите тогда их. Ну, вот есть амбраксол, да, это целая линейка, поскольку амбраксол это против кашля, бронхита. Сколько вы работали над этим лекарством? Мы работали, да, над таблетками 3 года, потом уже пошла целая линейка, мы сделали сироп, сироп есть с вкусом персика. Это от кашля, правильно? От кашля, да, уже для детей, уже сиропчик с вкусом персика. Потом сделали раствор для ингаляции, очень эффективный, он без консервантов, без подсластителей, ничего. Но я думаю, что исторически, наверное, всегда производили мукалтин. Есть и мукалтин, да. Ну, то есть это вот как бы вы добавляете, то есть он идёт от мукалтина амбраксол или нет? Нет, амбраксол это химическая формула, это химическое соединение, но у него действие такое же, просто более современное и очень эффективное, и самое главное, безопасное. Потому что в Шанты есть фармаконадзор, который дальше всё время, вот пока продукт на рынке, фармаконадзор за ним смотрит. И все какие-то побочные эффекты, всё это регистрируется и смотрим. И если, например, есть какие-то вот недочёты, это сразу берём и вот у нас есть такие продукты уже, которые старые, которые мы, это как вторая функция, мы его перерабатываем, уже переделываем, как бы модернизируем, да. Скажите, над чем работаете сейчас? Над каким лекарством? Вы знаете, мы это не можем говорить, потому что это секрет, да, это конфиденциальный... Но нам можно рассказать, от чего хотя бы или для чего? Кардиопродукт. Кардиопродукт. Кстати, я знаю, что в Санта очень большая линейка, да, кардиопродуктов? Да, 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 и мы её всё пополняем, всё новыми, современными, улучшаем, поэтому мы можем сказать только, что это кардиопродукт, но мы не можем говорить, кто, потому что очень большая конкуренция на рынке. Да. Сколько, Ольга, у вас таких бинов? Бина в цехе очень много, этих бинов у нас на 500 литров, 11 штук. Есть ещё бины на 1200 литров, где серия помещается объёмом 400 килограмм. Такие препараты, как мукалтин и таблетки от кашля. А вот здесь получается сколько? А в этом бине находится 100 килограмм. Это стандартная серия наших препаратов. Процесс вот именно создания лекарства, то есть вы, получается, смешиваете какие-то ингредиенты, затем это всё просто вот в бине должно превратиться в однородную массу. Да, именно, ну, ваше представление, оно похоже на наше, да. Я это представляю так вот, раз, и потом два, потом всё смешалось. Процесс очень сложный. Исходное сырьё завозится на подготовку сырья, где происходит отвешивание компонентов согласно технологической инструкции, потому что состав таблетки должен соблюдаться. Технология сложная, получение таблеток. Основного вещества добавляется, очень мало действующего. В основном находятся вспомогательные препараты, которые помогают нам получить таблетку той или определенной формы. Круглую, плоскоцилиндрическую, овальную, разных размеров, диаметров. Вот только что нам рассказала Ивета о том, что у вас есть лекарство, по-моему, кардиопрепарат, который как раз идёт с оболочкой для того, чтобы не испортить желудок. Да, у нас есть такой препарат на основе ацетилосалициловой кислоты. У нас их три дозировки планируется выпускать. В данное время выпускается дозировка 100 мг. Это кишечная растворимая оболочка. Препарат выдерживает кислоту в желудке в течение некоторого времени, потом переходит в кишечник, и там уже растворяется и действует на организм человека. Сантонин, тот самый препарат, с которого начинается тоже и история, и вот эти два купца, которые как раз и начали свой бизнес. Хорошо, что начали. Да. Я хочу сказать, да, ну давайте немножко начнём раньше, да. В принципе, Шымкент город очень древний. По нынешним оценкам более двух тысяч лет, да. Но неизвестно, каким был бы Шымкент сейчас без химфарма и без сантонина. Может быть, это была маленькая деревня, может быть, не существовало бы, да. Вот, но тот толчок, который развитию города пришёл, он как раз пришёл с основанием нашего завода и со стартом нашего производства. Вообще, Южный Казахстан, он сам по себе очень богат своей флорой, лекарственными растениями. Но есть две отличительные фишки, да. Это тюльпан Грега, который растёт в степях и растёт в наших горах. И вторая — это цитварная полынь, вот, которая произрастает в степях, и она удивительное растение. В принципе, в мире мест произрастания её не очень много, да. Где-то он здесь у нас и где-то ещё в Бразилии. То есть это лечебная полынь? Это лечебная полынь. А какое у неё свойство? Ну вот тот препарат, который мы начали производить здесь, он назывался сантонин. Кстати, он называется в честь этой полыни. На казахском языке она называется «дармина», а на латыни — это сантоника. И вот этот корень нашего названия «сантон» и пошёл оттуда. Вот этот продукт, он обладает антигенемитными свойствами, то есть антипаразитарными. И когда его начали производить, понятно, да, на тот момент альтернативы этому продукту вообще не было. Он был очень популярным, он очень был дорогой. И именно производство здесь, которое было основано, оно и, не знаю, может быть, оно стало точкой отсчёта индустриализации Южного Казахстана, именно Шимкента. И сегодня такой город, какой есть, может быть, благодаря нашему заводу он тоже стал. У нас всё оборудование итальянское, германское, швейцарское есть единица, есть китайское. Вы обратите внимание, что у нас помещения все закрыты, и там внутри уже весь обслуживающий... Мы ходим, и даже не слышно работу оборудования, а у нас всё работает сейчас. Вы друг с другом вообще общаетесь, коллеги? Или нельзя? У вас здесь так стерильно, что у меня такое ощущение, что вы просто не можете друг к другу подойти, или нормально? Я вам скажу одну вещь. Смотрите, внутри работает персонал под постоянным наблюдением, вот камеры видеонаблюдения, и чтобы общаться, но персонал не может прикасаться руками к телефону. У нас, получается, сидит ответственное лицо, контролирует, и он нажимает на диктофон, если он видит, что надо предупредить персонал о чём-то, и говорит, не забудьте, через 15 минут вам надо заменить чашку Петри. Персонал это уже слышит. То есть телефонами здесь никто не пользуется? Нет, телефоны есть, но у нас же, вот я как объясняла, классы частоты разные. А где вот происходит процесс именно приготовления лекарств? Приготовление, вот здесь у нас, мы сейчас прошли стадию, вот там, я не знаю, мы увидим или нет. Вот он, общий коридор, мы только отсюда можем, и в реакторах идёт сам процесс приготовления. Зайти мы не можем, да? Нет, не можете, это высокий класс частоты, здесь класс С в этих помещениях. Здесь у нас вы можете увидеть по статусным нашим этикеткам, это магнитные этикетки, что вообще происходит в этом помещении, да? Статус помещения самого. У нас идёт процесс, работа. Какое наименование? Цанакабаламин, да? Это витамин В12. И серию этого препарата. Если, допустим, у нас по плану производство завершается, и мы должны перейти на генеральную очистку, мы просто снимаем информацию и сюда наклеиваем вот такую статусную этикетку. Очистка. Точно так же ремонт. Да, это у нас всё прописано. А вот чтобы вот это лекарство Цанакабаламин приготовить, сколько времени уходит? Ну, я сразу скажу, что это не самый сложный препарат, потому что здесь используется только афея, это активное вещество, субстанция, и вода. Ну, примерно, да, один день? Ну, примерно, включая вместе с анализами, процесс приготовления 2 часа занимает. Всего? Да. Супер. Но потом идёт процесс розлива. Сам цикл производства порядка 7 часов. Говорят, в прошлом году вы выпустили более 250 миллионов ампул. У нас вообще годовая производительность 250 миллионов ампул. Вот здесь всё и производится? Обалдеть. Сейчас мы находимся в цеху, где производят антибиотики компании «Санта». Александр, вы отвечаете за этот тест? Да. Что за антибиотики сейчас вы производите? В данный момент у тебя производство цифазолина натриевой соли 1 грамм. А для чего этот антибиотик? Это для лечения бактериальных инфекций. Я знаю, что вот именно ваш цех работал во время пандемии в 2020 году в 2-3 раза больше, да, чем обычно. Потому что вы собрали антибиотиками практически всю страну. Я вам одно могу сказать, что да, это было испытание для нас, что мы работали в режиме круглосуточном. В тот момент как раз были проблемы с поставками в глистер, мы обеспечивали наш препарат. Тем более он был заявлен, протоколен по лечению ковид. И мы справились. Что производит ваш цех? Цетриаксон. Цетриаксон, цепазолина натриевая, соль. Цесуроксин, цесказидин. Это на этой линии. На другой линии мы. Мерапинем производим. Каприамицин, амикоцин. С порядком 31 номенклатура препаратов. Мы можем находиться вот в этой зоне, потому что здесь уже плафон закрыт, упакован, да? Но сама как бы основная сердце, да, вашего цеха находится, я так понимаю, таким стеклом. Совершенно верно. Производство самого препарата производится в этих этих условиях, где идет постоянный мониторинг температуры, давления, влажности. То есть сюда может вообще заходить человек? Чтобы туда зайти, человеку просто, это нужна микробиологическая квалификация, подтверждение, что человек не может контаминировать продукт. А для того, чтобы там работать, профессионал обучается довольно-таки долго, от 3 до 6 месяцев, проводит, также проходит квалификацию, участвует в детальных тестах, валидации процесса, и подтверждает всегда, что он не может нарушить. Полгода нужно только подтверждать квалификацию, чтобы попасть туда, за то окно. Ваш основной покупатель – это государство? Да. Больше половины нашей продукции, которую мы здесь делаем, уходит по нашим договорам с самрук-казана-фармацией. Это единый дистрибьютор, закупающий медикаменты, распределяющий их, соответственно. То есть все больницы получают ваши лекарства? Да. А какой процент уходит за рубеж на экспорт? По разным оценкам, да, около 10%. 10% сейчас, и в основном это Кыргызская республика. Но мы понимаем, что если ты находишься на одном рынке, то ты слишком зависим от этого рынка. Поэтому в наших планах это значительное расширение. Во-первых, это Узбекистан, который входит в состав нашей группы. Это первый момент. Второй момент – это Россия. Во-первых, в геополитической ситуации они тоже пересматривают свои приоритеты. Их рынки закрываются для европейцев. И они смотрят уже не столько на Запад, сколько на Восток. Это во-первых. А во-вторых, мы все-таки входим с ними в единый Евразийский экономический союз, который для нас открывает возможности. То есть у нас есть процедуры регистрации наших продуктов на Евразийский экономический союз. Мы зарегистрировали здесь, наша продукция легитимна там. Нам нет необходимости уже повторять все это. Поэтому не использовать этот рынок будет странно. Конечно, да. Это вот такие возможности, которые открылись. Классно иметь, Рустам, в качестве своего покупателя государство. То есть ты знаешь, что все, что ты производишь, точно купят. Однозначно. И в принципе я хочу сказать, наши цеха, которые строились здесь, они строились под так называемым договором автейка. То есть когда государство дает тебе гарантию, то, что оно будет покупать твою продукцию, если ты этот цех запустишь, если ты этот цех построишь, и он будет работать в соответствии с международными стандартами качества. У вас сертификат качества GMP. То есть он такой достаточно сложный, да, его получить? Сложно, если не знаешь. Но если знаешь, то не сложно. Если знаешь, то тоже сложно. На самом деле GMP это же не просто стандарт качества работы. Это целая философия. Как надо работать для того, чтобы производить готовую продукцию. GMP, оно начинается не здесь. GMP начинается у производителя твоего сырья. То есть они оттуда проверяют, да? Он должен доказать, что его сырье можно использовать для того, чтобы производить тебе качественную продукцию. И GMP заканчивается тоже не здесь. Оно заканчивается у покупателя, который нашу продукцию покупает. Оно заканчивается на складах. Вот эта вся цепочка, она должна соответствовать стандарту. Тогда мы можем сказать, да, что мы производим качественную продукцию. Нам не надо проверять качество на выходе. Мы доказали, что качество всех наших процессов соответствует. Вот. А сертификат, ну, это как бы просто бумага, которая подтверждает, да. А за получением этой бумаги стоит, конечно, колоссальная работа. Как они вот раз в 2-3 года приходят к вам и полностью все проверяют? Да, срок действия сертификата 2 или 3 года в зависимости, да. А после этого приходит реинспекция и, по сути, они с нуля начинают все проверять. А мы должны доказать, что за эти годы мы не ухудшили качество, что мы продолжаем производить. Даже иногда ресертификацию пройти сложнее, чем сертификацию, да. Потому что если ты первый раз это делаешь, тебе могут быть довольно лояльны, да, снисходительны, понимая, ну, хорошо, ребята, еще только начинают, да, им где-то надо подучиться, где-то надо посмотреть, они свои процессы доработают, исправят. Если приходят на ресертификацию, они понимают, что ты уже 6 лет это делал, да. И тут никакая ошибка, она непростительная, да. Потому что если эта ошибка возникла, очень тяжело будет доказать о том, что это ненамеренное, да, что ты не специально это делал. Поэтому вот в плане нашего стандарта здесь очень все строго. Следование этому стандарту, оно безупречное. На производстве, я думаю, вы видели, как все это происходит, насколько наши сотрудники заряжены этим. И в это я знаю, что вы из Латвии. Да. И вы переехали в Казахстан. Сколько лет вы уже здесь работаете? Я работаю здесь уже 6 лет. И мне очень нравится. Я просто влюблена в Казахстан. И, ну вот, просто замечательная. И мне нравится все. Мне очень нравятся люди. Мне очень нравится природа. Вот вообще, ну вот... А почему вы выбрали для проживания именно Шимкен? Потому что фармзаводы есть в Алма-Аты, в Караганде. Ну, первое, то, что Санта, это вот самый большой завод. И при том, он входит в пульфарма групп. И это такой вот большой международный концерн. И я горжусь, что я могу работать и вносить свой вклад. При том, я думаю, что еще то, что фактически научный исследователь, испытательный центр, это самый большой в Казахстане. И мой вклад в его развитие, вот, наверное, мне все-таки нравится быть причастным к какому-то, к чему-то большому. Такое вот, как бы, маленькое меня не так вот привлекает. Я и в Латвии работала в большом заводе. Там в Латвии самый большой, в Прибалтике завод. Это Гриндекс. Поэтому, видно, это у меня уже как-то в крови. Там вы тоже руководили лабораторией? Да, я тоже там руководила. Но там Гриндекс, он меньше, чем в Санта. Санта больше. И меня очень увлекает то, что я могу вот свои знания, свои европейские знания вот в Казахстане применить и развить, еще научиться что-то новому. Вот это вот прямо вот, это мое. А сколько лет вообще вы работаете в целом в лаборатории? Всю жизнь? Всю жизнь. Очень долго, при том, всю жизнь я не только работаю, но все же и учусь. Потому что, чтобы заниматься вот этим, там же идет не только разработка, а исследование. Мы вначале должны исследовать эту молекулу, мы должны исследовать субстанцию, все, что с ним связано. А потом уже разработка. И поскольку мне это все очень нравится, это вот прямо мое, я закончила как бакалавр аналитической химии, потом магистр физической химии, потом второе, высшее у меня фармацевт. Я училась в Манчестерском университете как раз вот по специальности разработка pharmaceutical development. То есть какой крутой, ценный сотрудник, да, у компании «Санта». Вот, и я сейчас просто вот, мне очень нравится, что я могу здесь вот работать. И вы видите свою жизнь здесь, в Шимкенте, в компании «Санта». Да, я вижу, да, вот жизнь вот прямо вот в Шимкенте, в «Санта». Я горжусь, что я в этой команде, потому что команда просто очень такая энергичная. Тут такой драйв все время, да. Вот мы каждый год регистрируем новые лекарства, где-то 15-20 новых лекарств. Это очень много. Ну, мне нравится, что у вас все очень стильно, красиво. Здесь у вас, знаете, можно анатомию страсти снимать. Так, здесь что-то интересное происходит. Это у нас упаковки. Это что здесь производится? Мы ждали вас. Здесь идет процесс упаковки. А что за лекарства? Вот тоже, та же статус моя этикета. А, все поняла. Работа. Какой препарат, какая серия. Мы видим, что упаковывается препарат. А вот эти окна, они для вас, Жанна? Да, это информационные. Для начальницы, да? То есть вы так приходите. Для этих составов. Строго так пальчиком и пошли к следующему окну. Да, можно сказать так. У вас сотрудники по 22 года работают. Вы сами работаете 25 лет. В чем секрет? У вас здесь крутой соцпакет, зарплата. Не знаю, может быть, чем-то кормите. Нет, на самом деле секрета большого из этого нет. Если компания любит тебя, то ты будешь любить компанию. Не знаю, может быть, это история завода. Может, это аура, которая здесь держит и не отпускает людей. На самом деле забота о людях, которые здесь есть, она большая. И это не для красного слова. Это на самом деле так. Наших людей мы практически бесплатно здесь кормим. Наши люди получают... Им обеспечены все необходимые безопасные условия труда. Флоган нашей компании «Люди заботятся о людях». И в рамках этого девиза мы и живем, и работаем, делаем все для людей. В первую очередь мы понимаем, если человек не будет доволен своей работой, ну как он будет с удовольствием работать? Или как он будет с удовольствием качественную продукцию производить? То есть как относятся к ним, так они относятся к тебе. Я думаю, может быть, и в этом есть определенный секрет нашего завода. Вы сами, когда в аптеку уйдете, покупаете свои лекарства? Это наше. Только наше, да, я хочу сказать. Однажды, будучи в аптеке, увидел клиента аптеки, пациента, который попросил и сказал, дайте мне какой-то препарат производства Санта. Знаете, мне на душе настолько стало тепло. Обняли его? В душе да. Редактор субтитров А.Семкин